Здорово, мыши луны, вот и вышла долгожданная для многих Соляра. Она же любимица милфакеров, она же Страж Солярис. Впрочем, называйте как хотите, думаю, ни с чем вы ее не перепутаете. Я довольно тщательно изучил скиллы данного класса, успел пофармить им поле и, само собой, погонять аренку. И теперь, как и обещал, поделюсь с вами наблюдениями по данному персонажу. Как всегда, приятного просмотра. Вот, потому что Ребисарио, который человек, блядь, там, как его, я хуй знаю, там, Страж Слюс 12, не может убить, блядь, булик. Кто играл на Корее, не зря сравнивали ее с Берсом. У нее достаточно сильные по урону массовые атаки и схожие с Берсом связки скиллов по контролю. А также, как и Берс, скиллы на Соляре интуитивно понятны в сравнении с тем же Сура или Мастера Меча, где нужно хорошо подзапариться со связками и комбинациями. Начнем с козрей и основным пассивным навыком данного персонажа. Это пламя Иникс. Используя три навыка подряд, Соляру окружает пламя на 5 секунд, в течение которого пассивно кастуется дамаг, вне зависимости, будет ли ваш персонаж застанен или нет. Плюс, каждую секунду будет возрастать урон на 200% за каждый удар в ПВП с фиксированным бонусом на 200 урона. В то время урон по вам будет резаться на 15% и эти же 15% вам дается по урону к мобам. В целом умение уже звучит устрашающе, ведь по сути пассивка является безоткатной, так как скастовать 3 скилла за 5 секунд не составит особого труда. Правда, есть одно но. У данной пассивки отсутствует критический урон. Если бы не эта небольшая ремарка, сразу после обновления 100% игроков уже бы пересели на Соляру, но разработчики, видимо, вовремя одумались и не стали руинить остальные классы. Следующие два скилла между собой похожи и также дают преимущество по той же скорости передвижения относительно других классов. Первый это Шаги бесконечности. Соляра газует 100 метровку супер броней. Если играли на Берсе, то это абсолютный аналог с его пробежкой. При последнем ударе на противника вешается оцепенение. Второй навык это Воплощение огня. Его можно сравнить с телепортацией у Мудреца, где помимо супер брони ваш персонаж становится неуязвим во время применения скилла. При последнем ударе отправляет в нокдаун противника. Скилл хорош как для атаки и для кайта в случае, если вы захотите оформить Себасу с потных замесов. Еще стоит назвать самые дамажные скиллы, их я выделил 3 штуки. Это Дух Дракона, Ярость Разрушения и Пламенный Рывок, что в ПВП, что и в ПВЕ составляющей. Насчет скиллов контроля, я советую присмотреться к времени созвездия с неувязом и пламенным рывком с иммуном от захвата во время прыжка. Все остальные скиллы можно рассмотреть, ссылаясь на связь навыков. Есть хилка под названием Прикосновение Амуа, но на фоне остальных скиллов я не стал ее включать ни в одну раскладку. С теорией думаю мы закончили и теперь немного практики, а конкретнее пару ПВП на арене и фарм тест в поле. Прикосновение Амуа Прикосновение Амуа Прикосновение Амуа Прикосновение Амуа Продолжение следует... 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 Продолжение следует...